Сегодня мы скажем несколько слов с вами про 79 страницу трактата Псахим. Я уже обещал, что в эти уроки по вот этим нескольким перикам осталось нам еще конец этого перика и следующий через один, что в основном уроки не будут длинными и подробными, а только что-то я пытаюсь найти интересное на теме о пасхальной жертве. Так вот здесь обсуждается, что когда нечисто большинство общины, и мы имеем в виду именно нечистота мертвеца, если из-за мертвого стало нечистое большинство общины, то пасхальную жертву не переносили на песах шейни, как в случае индивидуума, который нечистый, а община тогда приносила пасхальную жертву в нечистоте. Так учат наши мудрецы из стихов Торы, что только индивидуумы переносятся, но когда целая община, практически основная масса евреев должна иметь возможность принести пасхальную жертву, и даже если они стали нечистыми. Правда, это не относится к другим видам нечистотным, видимо, такое происходит редко, чтобы большинство общины было нечистыми от других вещей. Именно нечистота мертвеца она наиболее часто встречалась, и из-за нее могла, допустим, если умер очень важный человек в общине, бывает, вот сегодня, например, если умер, когда Равадий Иосиф, то на его похоронах присутствовало совершенно гигантское количество людей. Правда, не все они стали нечистыми, а не то, что мамы все подходили к гробу, но можно себе представить ситуацию, если бы большинство евреев пошли на кладбище, если Наси умер, что большинство евреев могло стать нечистыми от мертвеца, но нечистыми по другим причинам большинство обычно не становилось. Так вот, нечистота мертвеца отодвигается в случае, если это Цибур, да, целая община, большинство общины нечистые. И тут технические детали обсуждаются, я хотел вам рассказать одну интересную вещь, которая обсуждается в трактате Сангедрин, но связана с нашей Сугей, а именно это произошло во время великого царя Хискияху. Вы, наверное, знаете, что у нас было после Давида и Шлома было только два очень праведных, очень кошерных царя Хискияху и Йошияху. Не путайте с пророком Йошияху, да, у них похожие имена, но не совсем одинаково пишется. Йошияху, это был один из последних царей, да, храм был разрушен при правлении его сына Циткияху. А царь Йошияху, он был своего рода Балшува, его отец и дедушка были злодеями, и в его время уже фактически почти вся надежда пропала, но он сделал очень большую чугу и сделал великий праздник Песох, и многие очень евреи собрались тогда из разных мест и даже из северных колен. А до него, несколько поколений, был другой великий праведник, тоже у которого царь был, отец был злодеем, царь Ахаз, и тоже он сделал великий Песох, ведь это, наверное, и есть одна из главных причин вот этого идеальной Песоха, который требует Тора, когда собирается весь еврейский народ, и царь может, царь праведный, может повлиять на людей, да, там он говорит, что он мог бы стать Машиехом, этот царь Хискияху. Практически в чем идея Машиеха? Человек, который повлияет на еврейский народ, чтобы все сделали тшу, все стали праведными. И вот Хискияху сделал великий Песох, вот есть великий, да, из два особых Песоха, которые известны во время, в книге Млахим, да, описаны, и, ну, одна из них описана подробно в Диври Аяме, но, во всяком случае, в период книги Млахим, да, в период первого храма было два очень важных Песоха, один во время Хискияху, и один во время Йошияху. Кстати, многие как раз в день до Песоха, во второй половине дня, 14-го Ниссана, прочитывают эти отрывки, читая про Корбан Песох, да, раз мы сегодня не можем сам Корбан Песох принести, вот читаем отрывки, в том числе вот эти, Огра, например, тоже следует читать, эти оба отрывка, отрывок из Диври Аяме, отрывок из Млахима, один про Песох Яшияху, один про Песох Хискияху. Так вот, в Песох Хискияху описывается очень интересная вещь, что он говорится, что что-то сделал не так, и пришлось ему молиться за народ, что-то он сделал не то, и в Тевки Мори Сан-Хедене, в первом перике обсуждается, что именно он сделал не так, но вот в чем-то его ошибка связана была с тем, что говорится в нашей Мишне, что он фактически сдвинул еврейский народ на Песох Шейни. Он хотел, чтобы побольше людей пришло, чтобы все успели прийти, в том числе из далеких мест, из северных колен, и для этого пришлось сдвигать Песох. Есть, кстати, мнение там в Талмуде, в Сан-Хедрене, что он сдвинул не сам Песох, не то, что он всем сказал приносить Песох во второй месяц, в месяц Ияр, а что он сами месяцы сдвинул, то есть он фактически сделал еще один адар в том году, когда уже не положено было, позже времени, ведь адар невозможно, второй адар, да, сделать задним числом, когда уже месяц Ниса начался, невозможно его сделать задним числом адаром снова. Но он сделал высокосный год, получается, уже позже положено, в этом была его ошибка. В последний момент он сделал еще один адар, и таким образом сдвинул Песох. Но по другим мнениям, он таки именно сдвинул сам народно на второй Песох, то есть это простой смысл стихов, а именно, говорится, что он сделал Песох во второй месяц, то есть не месяцы сам и сдвинул, а сдвинул всех на второй месяц, то есть народ приносил Песох Шлини фактически. И вот точные параметры, в чем именно была его ошибка, что он там неправильно посчитал большинство, или что именно произошло, почему он считал, что можно сдвинуть на Песох Шлини, это другой вопрос, который, конечно, я отдаваться у него не буду, это уже детали, но я хотел просто вам обратить ваше внимание на такой вот интересный момент в нашей истории, как царь Хискияху, говорится, ошибся в этом, это была одна из... Кстати, и наш трактат упоминал, помните, шесть вещей, которые сделал царь Хискияху, это было в перике Макомши на Гагу, там, говорится, в трех вещах согласились с ним мудрецы, в трех не согласились. Так вот это была одна из трех вещей, в котором не согласились мудрецы с ним. И на этом мы сегодня закончили, если вам нравится видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры сделал DimaTorzok